Приветствуем вас на канале Наш Таиланд. Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя. Делаем видео о путешествиях по Таиланду. А также делимся опытом проживания. Находимся на Сухумвите. Рядышком видите Амбассадор. Вообще мы поехали в салон Хонда проверить сигнализацию. Иногда не закрывается машина. Батарейки сели. Седьмой год машине. Батарейки не меняли. Поменяли батарейки. Вроде работает нормально. Но иногда не закрывается. Ну и вот приехали сюда. Проверка системы сигнализации в машине стоит 294 бата. Ну и заодно посмотрим, что есть в салоне Хонда. Предыдущее видео тоже было о машинах, но машины были или электрические, или гибриды. Ну и вот для сравнения вам, чтобы вы видели, какие цены на электрические машины, на гибриды и какие цены на бензиновые. Специально мы, конечно, не ездили. Это просто, чтобы не тратить время. Заезжаешь вот сюда. Охранник дает бумажечку. И едешь сюда. А здесь приемщицы принимают. Кстати, мы приехали во вторник на той неделе. И нам сказали, что места, так скажем, нету у нас. Все расписано на всю неделю. Хотите вот 23-го в понедельник. Пожалуйста. Первый раз, кстати, такое. Тут у них и резина продается, и масло вот. И вот здесь вот девушки сидят. Это и есть приемщицы. Они принимают машину, ну что ты там хочешь, сервис или что. И выписывают сразу чек, так будем говорить. Ну, сколько это будет стоить. А как работу сделают, потом уже, конечно, платишь. Вперед не платишь. Но ты же должен знать цену. А вон она, наша машина стоит. Сказали, до 12 часов прям будут делать. Что ж там такое делать-то? Вот. Объемники у них тут. Орет музыка, но я туда не пойду, конечно. Вон машины сюда загоняют. Там аж мотор вытащили у кого-то. Ничего себе. Ну, делают все, кроме кузовных работ. И вот мы внутри салона. Хонда. Перед нами первая машина. Но она почему-то стоит без цены. Посмотрим. А, ну, это однолитровый двигатель. Турбо. 4,3 литра. Расход бензина на 100 километров. Литровый двигатель. А, цена вот у нее стоит. 679 тысяч. Ровно столько, сколько вот эта машина. Тоже однолитровый двигатель и тоже турбо. Посмотрим, что там у них внутри, если, конечно, она открыта. Вот так эта машина выглядит внутри. Тоже планшетик такой уже приличный. И цена ее 679 тысяч. Идем дальше. Третий вариант. Уже 749 тысяч. Наверное, комплектация покруче будет. Да нет, примерно тоже все. Все так же. Тоже литровый двигатель. Тоже турбо. Так вот она смотрится. Сейчас мы их трех штук увидим. Савди Кап. Вообще в салоне шесть машин. Вот перед нами Хонда Цивик. Полтора литровый двигатель. Цвет, в принципе, можно заказать любой. Расход бензина 5,8 литра на 100 километров. Цена, мы видим, 1 миллион 39 тысяч. Вот так она выглядит. Солидно выглядит, конечно. Ничего не скажешь. Ну, как мы видим, все эти двигатели турбо. Поэтому у них объем такой маленький. Ну, вот цена. Покрупнее. Смотрим салон. Большой просторный салон. Тут что? Кожа. Здесь кожа. Следующая машина. VRV. Такой модели я не видел, когда мы были на ТО. Цена у нее 869 тысяч. Ну, типа кроссовера. Хонда Аккорд дороже. Так, ну и какой у нее объем. Сейчас посмотрим. Так, расход. 6 литров на 100 километров бензина. Объем двигателя. Полторы тысячи кубов. Следующая. Что же это у нас такое следующее? Так. Следующая. CR-V. Двухлитровый двигатель. Смотрится довольно неплохо. Солидная машина. Вот они, три этих машины. Ну, и сейчас посмотрим, как они смотрятся внутри. Вот как смотрится CR-V. Двухлитровый двигатель, у которого салон кожаный. Кожаный, да. Так, цену. Сейчас посмотрим сначала у этой машины. Ну, и вот перед нами цена этой машины. Миллион семьсот двадцать девять тысяч бат. Сейчас посмотрим, как они выглядят впереди. Вот они выглядят, как впереди. Так, сейчас посмотрим внутренности салона, точнее, у этой вот. Ю-Р-В. Надо же. Какое новое название. Такой небольшой кроссовер, но высоковатый. Высоковатый. Восемьсот шестьдесят девять тысяч. Выглядит довольно неплохо. Кнопка. Не ключ. Салон кожа-тряпка. Так будем говорить. На сегодня в салоне мы видим шесть машин. Ну, в принципе, начальная цена, он шестьсот семьдесят девять тысяч и миллион семьсот с чем-то. Большая машина, так будем называть. В связи с тем, что нам надо подождать, пока проверят, мы прогуляемся к морю. Макашники, все в этом районе, все работает, все движется. Ну, как обычно, выйдем на море в районе Амбассадора. Посмотрим, как там, что там, как в море само. Это все-таки уже, можно сказать, за городом. Все работает. Вот перед нами Амбассадор. Перед нами новая дорога. Раз, два, три, четырехполосная, пяти. Шумно здесь, конечно. Но зато ехать очень приятно. Долго делали и сделали. Рядышком салон Митсубиси. Вообще, я смотрю, салонов Митсубиси в ПТ-2 и нет. О, интересно. Это же китайская, по-моему, штука. А здесь был Ниссан салон. Во, как все изменилось. Ну, и вот здесь все на русском языке. Экскурсии. Пожалуйста. И вот перед нами обменник. Лучший курс Паттайя. Ну, видим, рубль 0,32,5. Доллар 32,68. Евро 36. Пойдем через стойку к морю. Посмотрим, что там. Здесь ходят белые тук-туки. Вот они. По сухумбиту я имею в виду. Ну, кто жил в Амбассадоре, наверное, знает это. А тут тихо, хорошо, народу нету. Такси, такси. Такси, такси, thank you. Счастливые лотерейные билеты. Все они берутся не просто так, не просто вот ты подошел, схватил, какой попал номер, и все. Думаешь, выиграешь. Нет. Это целая наука. Номер лотерейного билета, чтобы взять, нужно к нему привязать свой день рождения, ну и все такое прочее. Я скажу прямо, что я не очень в этом деле силен, но тайцы не просто так берут билеты. Ну и действительно, лотереи у них выиграют, различные выигрыши. Вот миллион аббат. Ну, я имею в виду такие нормальные, про которые пишут в газетах. Построилась на этой стойке новая конда. Ну, мы ходили, была стройка, строили, а сейчас видим, что уже отделка сделана, все, завози только мебель, кондиционеры стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семиэтажная. Ну, наверху бассейн, ясно. До моря тут совсем ничего. Да, вот, любимый тайцами отель. Как он называется? Сейчас посмотрим. Сейчас подойдем, включу камеру. Вот он отель, Анна Анан. Сюда любят приезжать тайцы на выходные. Всегда народу много, с детьми. Бассейн тут хороший. И цены хорошие. Ну, тут несколько зданий. Так, иду посреди дороги. Кому-то я им мешаю. Ну, ничего страшного, объедут. Ну, и что хочу сказать. Вот, кто видел предыдущее видео, можно сравнить электрические машины, гибридные машины и чисто бензиновые. Ну, я, конечно, имею в виду цену. Сегодня, кстати, понедельник, а люди заезжают. Я имею в виду цену. И вот мы видим, что в салоне Хонда самая дешевая, простая машина. А, вот, прям как едет. Только это такая же, как у нас. У нас полтора литровый двигатель, не турбо. А я смотрю, здесь, в салоне Хонда сейчас все машины с двигателями турбо. 762 тысячи. Самая маленькая цена. С простецкой машиной. А, как мы видели в салоне MG, 699 можно купить по скидке. И вот мне очень любопытно. Это китайцы так сбрасывают цены, чтобы зайти на тайский рынок? Или они просто сами по себе такие дешевые? Ну, вот, кто смотрит наш канал из России, мне, и кто интересуется машинами, мне любопытно. Китайские машины. Бет Эндрим и MG. Столько же стоят, сколько в Таиланде или нет? Здесь еще есть салон Нетта. Ну, просто идти не хочется. Нетта, они еще дешевле. По-моему, по 500 тысяч я видел рекламу в интернете. Вот она тут. Отель. Смотрите, какие машины тут стоят. Ну, 5000 бат в сутки. Ну, что ж. Что ж тут будет стоять, если не такие машины? Ну, с каким номером БМВ стоит красивым? Вот два бассейна в отеле. Один вот такой, вот, наверху на втором этаже. Ну, а второй вот. И тут же завтракают люди. И это понедельник. И до моря тут вот прям совсем ничего. Интересно, амбассадор закрыт или нет. Ну, мы посмотрим. Как оно там. И какое море здесь. Вот дорожка и вот море. Да, море с легкими волнами. Речка. Качели. Дети вот бегают. Ну, а родители вон сидят. Смотрят на море. Ну, а что тут еще делать? Смотреть на море. Да, сегодня прилив. Ну, уже конец сентября. Уже приливы. Уже отливов мало. Ну, походу, сегодня ничего. О, так мы к амбассадору не пройдем, что ли. Сейчас посмотрим. Вот это да. Ну, если только проскочить. Можно. Попробуем проскочить. Ветер. Мусору сколько накидало. И вон далеке мы видим город. И вот мы на территории амбассадора. Да, пляж тут, конечно, выглядит не очень. Вон сколько мусора накидало. Ну, да, надо, наверное, чуть выше, что ли, пойти. Да, еще это, прилив. Волна лупит. Пойдем на территорию. Ну, явно здесь никого нет. Большое здание на ремонте. Шумит волна и ветер. Да, конечно, купаться в таком море не очень. Ну, вот оно, сентябрь. Волна. Да и море, конечно, не очень чистое. Мусор перемешало все. Вот оно как. В амбассадоре работает по-прежнему вот этот вот корпус, который пониже, видите, да, а большой не работает. Не мы одни тут. Вот еще кто-то пришел. Может, живут в корпусе. Посмотрим на бассейны. Пусто тут, конечно. А бассейн работает чисто, и все нормально. Вон люди отдыхают. Купаются. Территория здания, большого здания амбассадора закрыта стоит. Охранник никого не пускает. Висит табличка. Ну, мы пойдем вот сюда. По этой дорожке. Водопад работает. Так, ну, только там нельзя ходить, а здесь там можно. Тихо. В бассейне вода есть, но заходить сюда нельзя. Да, она вроде как и не очень-то чистая. Да нет, ничего. Нормально. Но никого нет. Вот перед нами корпус Ocean Wind, который на сегодня работает в амбассадоре. А сюда подходишь к корпусу, бегут к этому, бегут охранники, говорят, что ходить там нельзя. Ну, нельзя, нельзя. Тишина. Раньше музыка играла, сейчас уже ничего не играет. Ну, вот так вот выглядит амбассадор сейчас. Ну, кто-то селится, вон кто-то живет. Перед нами автосалон Нетто. Вот значок Нетто и вверху, если видно, маленькими буквами написано Нетто. А вот здесь тайскими буквами написано Джантьен Паттайя. Охранник нас приглашает снять машины. Первый раз такой. Обычно спрашиваешь. В некоторых салонах, кстати, рассказывали, что какой-то менеджер должен разрешить. А здесь, пожалуйста, заходи, снимай. Посмотрим, что у них есть. Ну, машины все одинаковые. Вот она, машина синенького цвета. Ну, цвета, я думаю, можно заказать. Мы видим цену 429, какая-то у них скидка, и 459. Посмотрим, что внутри. Напоминает мне почему-то Запорожец. Сейчас посмотрим, что внутри. А, скидки было 490, стало 429. Было 549, стало 459. Скидки, скидки. Ну, вот такая небольшая машинка. А планшет-то какой, посмотрите, здоровенный. И цена-то какая. Сейчас посмотрю, что пишут про эту машину. Вот так эти машины выглядят сзади. Ну, таких машин на дорогах очень много. Ну, цена, конечно, ну, прям вообще. ну что, пойдем дальше в салон Хонда. Посмотрев, машины в автосалоне нет, нам позвонили в салонах Хонда и сказали, что машина готова, надо идти забирать. Ну, недолго они, недолго, полтора часа. как раз мы прогулялись. Ну, впечатления, конечно, у меня от этого нет. Я прям не знаю. Да, конечно, цена очень хороша. И главное, скидки на 100 тысяч. Аж. Ну, как-то вот прям, ну, какие-то вкрадываются у меня сомнения такие насчет того, что стоит брать. Вообще, конечно, мне интересно мнение наших зрителей по поводу китайского автопрома. Стоит оно того или нет? Или все-таки стоит придерживаться, как говорится, классики, той же Хонды, Тойоты, а не вот этой нет. Она в салоне еще выглядит более-менее так приличной. Ну, я имею в виду по размерам. А когда смотришь на дороге, такое впечатление, что ее подстрелили. Особенно вот зад у нее как-то. Ну, ладно, вот теперь на этом буду заканчивать видео. До новых встреч!